Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня у меня будет реальный и независимый отзыв на вот такую вот парочку от южнокорейской компании Jemma. Реальный, потому что пользуюсь я этой продукцией, все я тестирую на себе уже более двух недель, если быть конкретно где-то две с половиной недели. Поэтому кое-что могу уже о нем рассказать. А независимый, потому что я не заинтересована ни в продаже этой косметики, ни в том, чтобы построить структуру, так как я не являюсь дистрибьютором этой компании. Кстати о том, что данная компания является сетевой, как у нас говорят, или то, что вся их продукция распространяется исключительно через дистрибьюторов, я узнала лишь тогда, когда решила себе приобрести их продукцию. Ну, если сейчас у кого-то из вас возникнет соблазн оставить комментарий под этим видео с целью пригласить меня в вашу компанию, ну, я имею ввиду в качестве дистрибьютора, то хочу вас немного опередить, тем самым сэкономить ваше время и сказать, что на данный момент это не входит в мои планы. Итак, сет состоит всего лишь из двух продуктов. Это эссенция в виде спрея, которая называется Кумин Малти Эссенс. Она идет объемом 120 мл. И сыворотка Кумин Эмпл, объемом 50 мл. Она прозрачная и имеет гелевую текстуру. И оба средства запаха не имеют. Почему меня вообще изначально заинтересовалась эта история? Дело в том, что сам производитель позиционирует свой сет как многофункциональный универсальный продукт, который способен собой заменить всю азиатскую многоступенчатую систему ухода. Это вам и эмульсия, и тонер, и сыворотка, и крем, включая даже тот, который мы наносим на кожу вокруг глаз. В общем, звучит довольно многообещающе. Схема использования этих продуктов довольно незамысловатая. Вначале вы распыляете на кожу спрей-эссенцию, даете ей немного впитаться и далее уже наносите сыворотку. Причем вот эту вот эссенцию вы можете распылять прямо поверх макияжа в течение дня. То есть как бы добрызгивать его. Как только вы почувствуете, что вам необходимо дополнительное увлажнение, либо просто хотите, допустим, освежиться, вы можете его наносить. То есть вы видите, что этот спрей, помимо всего, еще и выполняет функцию миста. Я сейчас не буду перечислять все обещания производителя, но поверьте мне, их просто невероятное количество. Легче перечислить, что этот продукт не делает. Но основной упор производитель делает на три момента. Это антивозрастной эффект, также улучшение тона кожи и улучшение состояния в случае с проблемной кожей. Единственное, что меня смутило в этом потоке обещаний, так это то, что продукт подходит абсолютно для любого типа кожи. То есть и для проблемной, и для жирной, и для сухой, и для комбинированной. Но что меня окончательно сбило с толку, то что этот сет не имеет возрастных ограничений. И как раз вот этот момент я не поняла. Ведь это не просто какая-то универсальная увлажняющая базовая линейка, которая в принципе подойдет для любого возраста. А это антивозрастные средства, которые в своем составе имеют довольно серьезные компоненты. Конечно, многим нам известно, и не по наслышке, к сожалению, на какие только обещания не способен воодушевленный сетевик. Но тем не менее, я бы, конечно, не рекомендовала молодым 18-летним девушкам вводить пептидосодержащие средства в свой уход. Сама я довольно редко совершаю покупки, поддаваюсь влиянию каких-то красивых обещаний. И для меня важным фактором при покупке того или иного средства является, конечно же, в первую очередь состав. Состав это наше все. И, конечно, еще я обращаю внимание на репутацию бренда. На сегодняшний день мне известно, что эта продукция производится в Южной Корее под торговой маркой Gemma. Причем уже более 7 лет существует эта компания, довольно неплохой срок. У них есть большой завод со своей лабораторией, там работает группа врачей и других специалистов. Также, ну, для меня, по крайней мере, было очень важно то, что эта продукция не только производится в Корее, но также она там и продается. Это, конечно, сразу же у меня сформировало какое-то доверие. Данный бренд также представлен и во многих других странах, помимо Кореи. Но, насколько мне известно, в наших странах, под словом «наш», я, конечно, сейчас имею в виду страны СНГ. Так вот, он представлен только в Казахстане. Я, конечно, могу и ошибаться, так как в эту тему я сильно не углублялась. Ведь состав продукта для меня куда важнее, нежели вот эти вот все детали. Ну, а с составом, конечно, я немного заморочилась. Вот только посмотрите на все эти научные труды. Мне даже как-то это неловко на камеру показывать. Заняло это у меня не один день. Но вот захотелось мне как-то разобраться с каждым компонентом по отдельности, который входит в состав этих чудо-средств. Ну и чтобы видео не получилось слишком длинным и душным, я не буду сейчас все это здесь зачитывать. Все-таки эта работа в первую очередь была мною проведена для себя. Но все же я озвучу несколько ключевиков, которые входят в состав этих продуктов. Информация будет максимально сжатой, и начну я вот с этой эссенции. Начнем с разбора пептидов, раз уж эта косметика себя позиционирует как пептидная. Сюда входят три вида пептидов. Первый это пентапептид. Как раз он и отвечает за уплотнение кожи, сокращает количество и глубину морщин и укрепляет тургор. Олигопептид. Он также решает возрастные изменения кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина. Ну и конечно же гексапептиды. Куда уж без них, они действуют как раз по принципу миорелаксантов и условно имитируют действие ботулотоксина. Почему я говорю условно? Потому что я уже высказывала как-то свое мнение по поводу группы этих пептидов. Я извиняюсь, картинка будет постоянно меняться, так как у нас солнышко сегодня какая-то неусидчивость. Она то появляется, то исчезает. Вообще точной информации о соотношении этих самых пептидов в продукте я не нашла. Но если судить о продукции бренда Medipil, с которой уже многие из вас знакомы, то там на самом деле соотношение пептидов, их количество, оно совсем минимальное и незначительное. Но несмотря на это, все-таки продукция компании Medipil как-то работает. И судя по отзывам, в том числе и по моим, работает она довольно неплохо. Здесь также присутствует такая вот хорошая антисептическая группа. Все-таки пептиды относятся больше к антивозрастной группе, поэтому я все компоненты условно разделила на группы. В эту группу входит жимолость, иглица колючая, экстракт прострелы корейской, лишайник бородатый, который по-другому еще называют устная бородатая. И вот эти вот компоненты и являются основной частью антибактериальной и антисептической группы. Вот поэтому этот сет в принципе и рекомендуется для раздраженной кожи, которая склонна к воспалениям, шелушениям, раздражениям и каким-то периодическим высыпаниям. Помимо всего этого, здесь также присутствует такой мощный компонент, как экстракт плодов зонтоксиума. По-другому еще его называют японским перцем. Кроме своих каких-то антисептических свойств, также он эффективно снимает такие симптомы, как кожный зуд, показан при коже с сосудистыми заболеваниями и при куперозе. В качестве влагоудерживающих и увлажняющих компонентов выступает, ну уже знакомый многим, гидролизованный коллаген и аденозин. Также, конечно, здесь есть еще и другие компоненты, их большое количество, но чтобы не затягивать видео, я ограничусь вот только этими компонентами. Ну и, конечно же, самый главный компонент, который в принципе и составляет основу этих двух средств, является экстракт цветков камелии японской. И это не просто красивый цветок, а это такой компонент, который богат кислотами, витаминами, такими как АБЕ. Также там есть железо, фосфор, марганец. И вот эта вот камелия, она как раз и показана, особо показана для сухой, тонкой и зрелой кожи. Также она убирает пигментацию, снимает отечность, что для меня является очень важным фактором. Убирает темные круги под глазами, ну или, по крайней мере, их как-то минимизирует и дарит такое красивое и естественное свечение вашей коже. И в сыворотке, в эссенции довольно много общих компонентов, но главное отличие в том, что в сыворотку входит 8 видов пептидов. Это и гексапептиды, и олигапептиды, и октапептиды, также сюда входят пентапептиды и 4 вида полипептидов. Ну и еще много чего, конечно, здесь находится, что я не перечислила, но, наверное, больше я вас мучить не буду. Ну что ж, теперь самое интересное, что мы имеем по факту. Первое, что мне бросилось в глаза, это выравнивание тона кожи. Моя кожа стала выглядеть намного свежее и цвет лица стал более однородным. Причем результата не пришлось долго ждать, где-то на 7-8 день я уже заметила изменения. И вы знаете, действие этого сета мне почему-то напомнил эффект, который я получаю в результате феррулового пилинга. Это и улучшение тона кожи, и как-то осветление, и также микрорельеф кожи становится более гладким. Когда сильно не углубляешься в состав продукта, думаешь, вроде единственный такой вот отбеливающий агент, который имеет прямое отношение именно к тону кожи, здесь является неоцинамид, то есть витамин В3. И думаешь, с чего бы такое осветление кожи? А когда начинаешь уже детально разбирать состав, то понимаешь, что к этому прямое отношение имеет и лишайник бородатый, и экстракт цветков в камелии. Ну и отеки. Это вообще моя проблема номер один, и хочу сказать, что средство отлично снимает отеки. Возможно, оно не избавляет полностью от всей лишней жидкости, но лицо становится гораздо аккуратнее. И как выяснилось, к этому прямое отношение имеет экстракт камелии японской. Но что бы это ни было, продукт работает. Лицо уже не такое рыхлое, оно как будто бы у вас подтягивается. Это, конечно, не тот заявленный лифтинг эффект, но как-то в общем ваше лицо приходит в тонус. И, конечно же, этот холеный и ухоженный вид, который вы получаете в результате использования этих двух продуктов. Ваша кожа, она как будто бы начинает подсвечиваться изнутри. Ну и я выскажу свое предположение, что вот это вот питание и увлажнение, которое дает этот сет, должно быть достаточно для сухой и тонкой кожи. Что там моя кошечка творит? Вот у меня кожа комбинированная, и этот набор для меня подошел вот просто идеально. При этом он не вызывает абсолютно никакой аллергической реакции, не было никаких покраснений, высыпаний, воспалений. И что для меня важно, что он не забивает поры. Поэтому, в принципе, вот эта теория, которая прозвучала в начале видео, что сет подойдет для абсолютно любого типа кожи, ну имеет право на существование. И чуть не забыла вам сказать, что где-то на второй-третий день с начала применения этого продукта у меня резко расширились поры. И началось какое-то неконтролируемое активное себовыделение. Такого у меня давно не было, но тем не менее я продолжила использовать этот сет. И что самое интересное, если вы подойдете с этим вопросом к любому дистрибьютору, например, объяснить ситуацию, скажете, вот вы знаете, после вашего БАДа или после вашего крема у меня ухудшилось состояние, там появились какие-то высыпания, аллергическая реакция и так далее. Ответ будет один, один-единственный во все времена. Он вам скажет, что ничего страшного не произошло, продолжайте пользоваться. Это просто таким образом продукт дает знать, что он начал работать. Со временем все пройдет, главное не прекращайте. Они как будто по шаблону все отвечают. Но как ни странно, на этот раз все произошло именно вот таким вот образом. Где-то на второй-третий день у меня резко расширились поры, лицо стало выглядеть максимально неопрятно. Но на седьмой-восьмой день все это резко прекратилось. Я получила красивую кожу, гладкую, ухоженную, с красивым цветом лица. И сыворотка, и эмульсия впитываются довольно шустро, но небольшое ощущение липкости вы все-таки испытывать будете. Но сейчас я говорю вот о такой комбинированной коже, как у меня. Этот набор мне обошелся в 42 тысячи тенге. Вполне вероятно, что если бы вы являлись дистрибьютором компании Джемма, то возможно этот набор вам обошелся бы дешевле. Я точно этого не знаю, потому что этим вопросом как-то не интересовалась. По своему действию, мне этот сет чем-то напомнил действие сыворотки Бартокс от бренда Медипил, но с более выдающимися отбеливающими и противоотечными свойствами. Каких-то особых антивозрастных изменений я не заметила, ну кроме уплотнения кожи. Ну и в принципе это тоже уже неплохо. Но дело в том, что здесь была сделана довольно серьезная заявка на антивозрастной эффект продукта. Но я считаю, что прошло еще не так много времени, чтобы делать какие-то такие вот серьезные выводы. Но посмотрим, что будет дальше. Ну вот теперь я считаю свою миссию выполненной. Рассказала я о всех существующих плюсах и минусах, которые есть, на мой взгляд, в этом сете. А уже решения вы, конечно, принимаете сами. Также я хотела бы сказать, что я не являюсь ни косметологом, ни тем более у меня нет какого-то медицинского специального образования. Поэтому всю информацию, которую я преподношу на этом канале, я озвучиваю с точки зрения обычного потребителя. И на своем канале я рассказываю простыми словами о корейской косметике. На этом все. Всем пока и до встречи в следующем видео.